Все, выводы ко всем домам сделаны. Мы ожидаем в июле, в конце июля, поставку двух пунктов редуцирования газа и в начало топительного сезона осуществим пуск в домовладение. Уже в сентябре кварталы ГЭД в Заволжье подключат к голубому топливу. Об этом шла речь на встрече многодетных семей с губернатором Алексеем Русских и главой города Дмитрием Вавилиным. Работы в жилом массиве ведутся по поручению президента Российской Федерации о бесплатном строительстве газовых сетей до границ земельных участков. Однако не все так радужно. Как признаются сами семьи, далеко не каждый может позволить себе оплатить установку газа в дом. Связано с тем, что не у всех сразу такая есть сумма. Сумма, она поболее 50 тысяч, составляется и по квадратуре, и сколько протяженности материала, какой газовый котел нужно приобрести, счетчик. На газификацию из областного бюджета было выделено более 25 миллионов рублей. Общая протяженность газораспределительных сетей составляет порядка 40 километров. Ранее в кварталах ГЭД провели высоковольтную линию электропередач протяженностью 5 километров. 170 потребителей уже подключились к электрическим сетям. Заключено 279 договоров на технологическое присоединение. Также построили кольцевой водопровод везде, кроме трех улиц. Из-за этого некоторые жители не могут провести другие коммуникации и заехать жить в новый дом. Вот работа газовиков, кстати, впечатлила. Ребята за два месяца, они пришли в апреле, за два месяца они умудрились просто весь квартал трубопровод положить. Электрики в свое время пришли, мы их вообще не видели. То есть приезжаем, столбы, линия, пожалуйста, люди подключать. Что не так с водой нашей, я не знаю. В 2022 году работы по догазификации в кварталах будут завершены к началу отопительного сезона, чтобы с холодами в домах ульяновцев был газ. Вопрос с водопроводом планируется решить к осени. Также жители попросили градостроителей сделать уличное освещение, с которым на некоторых улицах явные проблемы. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.